Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Я давно вам не показывала свою светелку, а сегодня уже 1 ноября. И я вам покажу, какие растения у меня находятся в этой светелке, как себя чувствуют, какие маточники, что почеренковало, ну и так по порядку. В эти двери мы уже не ходим, то есть не заходим и не выходим. У нас две двери в светелке. Вот еще одна. Но у нас есть еще подсобка. Вот там дверь выходит на улицу. И через нее мы заходим и выходим, так как на улице уже холодно. Температура в моей светелке, вы видите, 21,8. Это днем, ночью здесь, но никак не больше 20 градусов. Здесь не только находятся мои растения. Вот это мой рабочий стол. Здесь совсем-совсем мало места. Здесь я собираю заказы семян. Здесь же я черенкую. Ну и в общем занимаюсь всякими делами. Покажу вам, чем я еще занимаюсь. Я проверяю на всхожесть свои семена. Вот посмотрите, всхожесть прекрасная. Одна партия заканчивается, и я начинаю сеять другие сорта. Физически я, конечно, не могу все сорта перепроверить. У меня их много. Но стараюсь приблизиться к этому. А это моя маленькая удобная лесенка. Совсем недавно я подсела на традисканцию. Она такая замечательная, как в монопосадке, так и в миксах. Это мультиколор, по-моему, трехцветная традисканция. Здесь вот зебринка, по-моему, полосатая. Это тоже традисканция. Она у меня летом стояла в ограде. И таким пышным кустом росла. Просто замечательная. Вот двухцветная традисканция. Тоже очень красивая. Мне нравится. Это традисканция сбежавшая невеста. Она, конечно, еще не разрослась путем. Весны далеко и все еще впереди. Совсем недавно, буквально, наверное, неделю назад, может, дней 10, я прикупила себе хосты. У меня еще нет ни одной хосты. Ну, симпатично. Здесь края белые, а здесь, наоборот, края зеленые, такие темные. Не знаю, что еще с ней делать. Думаю, наверное, не буду ее прикапывать в теплице, а обрежу и спущу в подполье. Ну, что-то я слишком подробно стала вам показывать и рассказывать. Наверное, надо покороче, а то ролик затянется. Вот это ампельный львиный зев вегетативный. Очень даже красивый, хороший. А в коллизию я просто влюблена. Это голд. Это зеленая. Бегония фанфара. Здесь я ее недавно очеренковала. Она вот такая вся обрезанная. Ну, ничего, обрастет. Вот здесь стоит она зачеренкованная. Уже, знаете, с неделю точно. Ну, пока стоит. Не знаю, что дальше будет. Стоит тепличка на коврике теплом. На самом-самом минимуме. И вот там датчик, видите, я могу наблюдать, сколько там сейчас градусов. А там 26,9. Ну, что-то многовато. Постоянно потеет вот эта крышечка. Я все время открываю и протираю салфеткой. А вот здесь вот экранчик небольшой стоит, чтобы не было жарко. Когда лучи солнца будут попадать сюда. Друзья, если кто-то будет задавать вопросы, как вы утеплили и сделали эту светелку. Раньше была эта веранда. А теперь светелка вот такая моя, где хранятся у меня растения до следующего года. Я сразу вам скажу, под видео в описании я оставлю ссылку, как мы строили эту светелку. И если кому интересно, то можете посмотреть, как можно утеплить веранду. Это маточники пеларгонии. И их у меня много. Просто много. Ну, не так сказать. У многих, у других, может, и больше. Но для меня это много. Они все цветут. Такие симфатичные. Все обрезала. Они вот, смотрите, по новой, как пушатся. Там вот, правда, бегония латиор, бориас. А это вот мои просто любимки. Такая красная. И, знаете, она никогда не полкуется. Это пеларгония. Вот рядом вишневая. Точно так же. Вот малиновая. Такая компактная. Вообще, такие замечательные. А это винтаж. Кто со мной на канале, тот видел, как я летом показывала. Какие красивые кусты у меня были. Нарядные просто. Ну, и это, конечно, симпатичное. С варегатным листом. Вот такие замечательные. У меня пеларгония. А это плектрантус. Вот с таким листом. Даже, знаете, я, если честно, не знаю, как он называется. Нет, сейчас скажу. А называется он плектрантус форстера. Вот так называется. Пока стульчик не убирала. Посмотрим, что же у меня там на третьей полке. А здесь тоже маточники. Это батат вот с таким красивым резным листом. Там вот, по-моему, это калибрахо. Вот такие махровые красивые цветочки. В общем, все здесь маточники, которые мне нужны. Там жених это компануло. Ну, и, конечно, я решила сохранить. Хотя можно было все это посеять ближе к весне семенами. Сегодня это бегония вечно цветущая. Как она мне нравится. Махровые цветы. Кто со мной на канале, тот видел, как она все лето цвела. А здесь у меня вегетативная брахикома. Доживет она у меня до того времени, как ее надо будет черенковать ближе к весне. Не знаю. Хотя парочку я стаканчиков уже зачеренковала. И вот этот плектрантус гольд я тоже зачеренковала. Этот плектрантус и вот этот, сейчас покажу, с варегатным листом. Они, знаете, очень плохо хранятся. Облетают у них листочки. Поэтому я вот так взяла его, поставила в пакет. И пусть он стоит. По-моему, так он будет сохраняться лучше. А еще у меня плектрантус. Теперь есть серебро. Я тоже уже зачеренковала три растения. Ну, чтоб не потерять. Хотя это все рано. Там плектрантус ресничатый. А здесь вечно цветущая бегония с розовыми макромыми цветами. И вот здесь тоже у меня новинка. Сейчас подглядываю, потому что я не могу запомнить еще. Форбия глиц. Знаете, такие мелкие цветочки. Она вполне заменит лабелию. И даже будет еще красивее. Такие пышные кусты вырастают. Как будто бабочки там маленькие, мелкие порхают. Ну, замечательное растение. Это тоже маточник калибрахол. Махровый, вот такой сиреневый, красивый. Но маленько попозже начну черенковать. Места в моей светелке очень-очень мало. Поэтому сразу же посмотрела на верхние полки цветочки. Показала вам. И лесенку убрала. Иначе не пройти, не проехать. У меня, конечно, не все так волшебно. Вот видите, будра плющелистная с варигатным листом. И она у меня почему-то почти вся пропала. Не знаю, что-то отрастет отсюда или нет. Но я не переживаю. Подружек у моих она есть. Возьму череночек. В пиларгоне здесь уже укоренившиеся черенки. Их не так много. А мне много и не продать у нас в силе. И биденс. Биденс тоже не так просто сохранить. Я уже, наверное, стаканчиков пять выбросила. Засыхает. И все. Ну, друзья, я специально побольше уж начеренковала его, чтобы можно было сохранить. Ну, до массового черенкования. Что получится из этого, я не знаю. Здесь несколько сортов. Также здесь есть немезия. Это бикалор. У меня еще немезия красная. Немезия вишневая. Я сейчас плавно переведу на первую полочку и вам покажу. Так, вот про немезию говорю. Вот такая немезия красивая. Вот такая красивая немезия. Вот. А красную немезию я обрезала. Не могу показать. Вот здесь есть питая. Тоже один череночек. Пока зачеренковала. Только один. Чтоб не потерять. Но куда ставить? Пока мне массового черенкования не надо. Здесь тоже у меня... А, это петхо красное. Тоже цвела. Я обрезала и один зачеренковала. Дай бог приживутся. Здесь у меня алисум сноу принцесс. И еще вегетативный алисум. Вот с таким более широким листочком. Тоже очень-очень хорошо цветет. Пышными шапками. Вот сразу вижу и не могу. Надо мне убрать. Пышными шапками. А, вот еще калибрахо. Вот такая. Но она как-то маленько поджил тело. Но я думаю, что она уже поправляется. Вот. Вербенник. Вербенник зеленый и монетчатый. Без него, но никуда. Это яссы оранжевая. У девчонок уж все попропало, высохло. Но вот у меня одна осталась оранжевая. Больше никакой не сохранилась. Бакова помахровая вегетативная. Здесь тоже бидонс. Вербена, вербена, вербена. Красивая вегетативная. Но тоже сохраняется очень-очень плохо. А это портулак пока еще сидит. Я его весь обрезала. Он дает такие длинные побеги. Мне они не нужны сейчас. Вот так. Ну и опять на вторую полочку. Здесь тоже у меня укоренившаяся пеларгония с варегатным листом. Пусть сидит. Ну и конечно же у меня здесь укорененные черенки мультифлоры. Поэтому я всегда, кто со мной на канале, говорю, тот слышит, что мне не нужны в горшках. Но сейчас я передумала. Я еще ее не обрезала. Обязательно вам покажу, когда буду обрезать. Вот буквально день-два я ее начну мультифлору обрезать и отпускать в подполье, пока она у меня в теплице. Показала я вам вот этот батат. То столько много резных листиков. А теперь спускаюсь на вторую полочку и показываю другой батат. Вот посмотрите, темный такой. Как он красиво цвел летом. Рос и цвел. И сейчас посмотрите, там вот цветочки. Вот. И там вот новиночка. У меня точно с таким листом, только салатного цвета. Тоже вот лист резной салатного цвета. И лист резной зеленого цвета. А еще батат вот такого цвета. Какого-то варегатного. И с розовым. Прямо вот розовые есть листочки. Ну красиво. У меня в прошлом году был, не сохранился. Посмотрю, может здесь сохранится. Вот видите, вот так вот листочки. Это по-моему, не знаю, биден что ли. Вот делаются в точечку. Это наверное клещ. Но я буквально недавно опять обрабатывала таким препаратом. Просто кардинал. Такой кардинал, кардинально обрабатывала. И все равно вот листочки. Ну может быть это остаточное. Не знаю, что будет дальше. А это бутра, ключелистная. Только знаете, с каким мраморным листом. Она мне так понравилась. Все лето у меня росла. Замечательная. Так. Ну дальше у меня вот здесь такие. Седумлемонкоров. Вот так он называется. Такие елочки замечательные. Ой, как пластмассовые летом растут. Такие шапки у него. А это красавцы колеусы. Такие красивые. И знаете, я сейчас их поворачиваю. И все равно летают мошки. Ну как же их трудно побороть. Представляете, купила препарат Грум. Ну я специально для Агробалта. И когда черенковала, туда сыпала этот препарат. А здесь-то ведь не Агробалт в стаканчиках. А простая земля. Но земля из брикет. Она вся термически там обработана. Представляете? Вот. И все равно мошки берутся и летают. Я не знаю, что с ними делать. Что с ними делать. А она-то какая красавица. Просто красота. Такие красивые колеусы. Аватар. Вот здесь он еще окраску свою не принял. Пелье. Вот этот, по-моему, называется. Самое красивое. Он действительно такой красавец. Здесь пошли всякие разные расцветки. Ну, мне колеусы очень нравятся. Я вообще без них не могу. Как-то я их вообще не любила раньше. Думаю, ну трава да трава. Потом что-то щелкнуло в мозгу. И все. Я теперь ими любуюсь каждый день. Просто каждый день. Они такие хорошенькие. Здесь всякие. И, по-видимому, вегетативные. И из семян. Ну, вот этот, наверное, называется. Самое красивое. А тот по-другому называется. Я перепутала. Дают колеусы мне. А они, по-видимому, из семян. Я сохраняю, которые мне очень-очень понравились. И вот так вот здесь в перемешку. Вегетативные. И из семян. И я разобрать даже не знаю, как. Какие, где. Ну, мне говорили, что если очень крупные листья, то это из семян. Вот у этого крупные-крупные листья. Он такой красивый. Ну, это точно семенной. Вот такие вот они замечательные. Там у меня тоже еще на полочке есть колеусы. И они почти все разные. Сорта, наверное, три может быть по два растения. А так все по одному растению. На нижней полке тоже и пиларгония. И даже питуния. В общем, и маленькие, и большие. И вот здесь денежное дерево. Я черенковала в прошлом году. Это уже год им. Дали по два побега. Здесь, наверное, три. Тоже два. И стоят на одном месте. Наращивают картошку. Так долго растут. Прямо долго. Если вы хотите заиметь такие у себя растения. Я так думаю, лучше купить сразу взрослые. Но не дождетесь, когда они у вас вырастут. Тоже пиларгония с варегатным листом. И вот так она цветет. Не махровыми цветочками. Но очень нежными, красивыми. Там видите, какой лист варегатный. Вот столько у меня растений. А вот еще традисканция. Я совсем ее упустила из виду. Вот такие листья жирные, большие. И она цветет. Вот сейчас нет цветочков. Но вообще она цветет. С обратной стороны такие фиолетовые листья. Я ее еще не выращивала. Поэтому не знаю, как она летом будет смотреться. Я думаю, все мы увидим. А это тоже калибрахо. Синие такие цветочки немахровые. Она так здорово разрослась. Просто здорово. Я уже ее два раза обрезала. Вот думаю, она-то, наверное, сохранится для черенкования. Конечно, друзья, со светелкой очень удобно. На полочках цветы. Под полочку тоже можно поставить. Там у нас сундук со всякими крупами. Всякие тазики. И там хлам. В общем, есть куда что поставить. Там полка. Очень-очень удобно. За этим рабочим столом также я снимаю свои ролики. Одним словом, рабочий стол, да и только. Друзья, у меня в летней кухне еще целых два стола стоит. С растениями, то есть с маточниками, которые я занесла. Пожалела их выбросить. И я вам обязательно их покажу. Но только в другом ролике. Иначе и так заняло у вас очень много времени. До свидания, друзья. А вот забыла показать, что вот такой аргирантерум у меня тоже есть. Но у меня еще и маточники в избушке остались. Потом покажу. До новых встреч. С вами была я, Наталья. И мой канал. Делимся опытом взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова